Но сегодня чувство общей радости, гордости объединяет всех от мала до велика. Значимость Великой Победы понимают все без исключения. Спасибо нашим ветеранам! Большое спасибо им за то, что они дали нам такую жизнь, что мы живем свободно. Смирное небо. Нет больше войны. И надеемся, больше не будет. Никогда. На братских могилах не ставят крестов. И вдова на них не рыдает. Им кто-то приносит букеты цветов. И вечный огонь зажигает. Дорога к вечному огню всегда неспешная, неторопливая. Всегда возможность подумать о грозовых военных буднях. О боях, которые каждый раз становились для кого-то последними. У него отца, который погиб в Севастополе. В целом году он остался со своими солдатами. Не перекрывать отход войск. Все сели на катера, а они остались. У меня тоже много родственников погибло. Слава Богу, деды все пришли живы. Но в свое время. В одной колонне школьники, госслужащие, гости столицы. И, конечно, ветераны. Те, кто ковал победу своими руками. Евдокия Горбунова в годы войны, не успев окончить школу, начала трудиться наравне со взрослыми. Жала, пахала и косила. В общем, делала все, что нынешним подросткам порой вовсе не под силу. О себе думать было некогда. Только спустя годы все это вспоминает, как страшный сон. Мы помним все, как мы трудились, как мы старались. Все для фронта, все для победы. Мы так трудились и день, и ночь. Тяжело было. И еды не было. И траву ели. И шавель ели. И конский шавель ели. Но трудились для победы. Война шла долгих четыре года. А это 1418 дней. 34 тысячи часов. 20 миллионов погибших людей. И если по каждому погибшему из этих 20 миллионов в стране объявить минуту молчания, Россия затихнет на 32 года. Субтитры создавал DimaTorzok Алые гвоздики у вечного огня. Белоснежные голуби в чистом небе. Символы нашей благодарности героям, защищавшим родину и погибшим на полях сражений. Сразу после возложения венков в часовне Иоанна Воина состоялась панихида по убиенным воинам. Святые венки легли и у памятников воинам, исполнявшим интернациональный долг в Афганистане, и воинам, погибшим в горячих точках. Галина Титарчук, Евгений Анисимов и Николай Яковлев. Республика.